В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». В Музее природы открылись сразу две новые экспозиции, связанные с морской тематикой «Тайны Древнего моря» и «Наше море». Сегодня у нас в гостях биолог Музея природы Катерина Песоцки. Катя, доброе утро. Доброе утро. Две экспозиции и два больших периода. Начнем с древнего-древнего периода. «Тайны Древнего моря». Катя, какой период охватывает? На самом деле, охватывает очень большой период, ведь выставка, она о геологической истории древнего материка Балтика, частью которого была территория Эстонии. И прежде всего рассказ о том, какие обитатели были в этих разных древних морях, которые окружали этот материк Балтика. Так вот, началась эта история примерно 600 миллионов лет назад. Ну и по сей день, то есть период довольно-таки большой. В то время мы были тропической страной, если можно так сказать. Ну, если мы уточним, в какое именно время, потому что разные периоды были. И изначально мы, в принципе, территория Эстонии, будучи частью материка Балтика, она вообще находилась на Южном полюсе. И потом, со временем, откололась и начала свое движение к экватору. И только примерно в Силури мы точно находились уже на экваторе, то бишь территория Эстонии, уже будучи частью этого древнего материка. Так что, да, нас уже тогда окружали теплые такие тропические моря. Катерина, ну так кто же жил тогда в морях, которые окружали Эстонию? Надо сказать, что хищники, которые вот в наших этих морях водились, были очень даже такими свирепыми. И одни из таких очень хороших хищников – это наутилуидеусы были. Их, ну лично я, например, на побережье нашего моря находила очень много их окаменелости. Они были совершенно разных видов. И это были такие очень хорошие, замечательные хищники, которые точно знали и видели свою цель. Они внешне, их окаменелости напоминают, наверное, больше такой вот позвоночник, что ли. И поэтому, соответственно, они точно могли видеть свою жертву. По жертвам было совершенно различное. Прежде всего, это все такие миролюбивые жители моря. В том числе, например, такие, как трилобиты. Трилобиты – это такие товарищи, которые, опять же, очень разнообразные были. Только у нас в Эстонии можно найти примерно 600 видов этих окаменелостей трилобитов. Но они были разные в зависимости от их образа жизни. Были хищники среди них. В основном это были такие, которые фильтровали воду. То есть, в зависимости от их образа жизни, у них и анатомия была соответствующая. Например, глазки у них прекрасные были. Например, если были такие, которые были маленькие, редуцированные глазки, тогда это были хорошие фильтраторы. Они практически находились на дне моря и особо не поднимались высоко. А были те интересные, у которых были практически панорамные глаза. А вот некоторые трилобитики, смотрите-ка, у них чудные глазки, которые буквально как у улитки были на стебельках. Вот у этих как раз глазки видны. Да, совершенно верно. А у них глазки на стебельках, и тогда они зарывались в ул. И когда что-то было нужно, тогда они глазки поднимали, и тогда они все видели, что все, что нужно было им видеть. Катя, если на выставке «Тайны Древнего моря» действительно все в новинку, можно так сказать, то на выставке «Наше море» там действительно есть что-то удивительное? Или же мы все уже знаем? Дело все в том, что там рассказано в основном о тех обитателях, которые уже, ну, современных обитателей нашего моря, и птиц, которые обитают у нас на побережье, и само море, рыбы, разные, например, другие обитатели. Но вот большой акцент также сделан на экологию нашего моря. И тогда говорится о том, какие же проблемы экологические в нашем море могут быть. Это эльтрификация, это различные, например, микромусор или другие проблемы. И в том числе проблема чужеродных видов. И вот с собой у меня тоже некоторые чужеродные виды. Такие креветки взяты с собой, и, например, крабы. И довольно интересный вид, как бычок-кругляк. Рыбка, которая к нам попала сюда с судами, с Черного моря, с Каспийского, и в 2002 году. И попала она к нам сюда, в Пярмский залив, и начала здесь прекрасно себя чувствовать. Размножается она довольно-таки много, практически 5-6 раз в год. То есть это хорошее размножение, она дает хорошее потомство. Она прекрасно приспособилась в плане питания и составляет конкуренцию нашим видам. То есть она располагалась практически у нас повсеместно. И довольно такой опасный в этом плане чужеродный вид. То есть это угроза? Практически, да. То есть надо тогда понимать это. И, в общем-то, ну что можно сделать? Во-первых, можно самим людям использовать его в пищу. Конечно, я его, честно говоря, не пробовала еще пока, но предполагаю, что вполне это возможно. В любом случае, обо всем об этом нужно сходить и узнать в Музее природы. Совершенно верно. Спасибо большое, Екатерина, успехов. Информационный блок «Добрый утро, Талин» подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях была биолог Музея природы Катерина Песоцкая. Продолжение следует...